здравствуйте здравствуйте меня зовут эстонина ольга сергеевна лейтенант вишниции главного управления мвд причина по которой связывается вам уже известно странный вопрос вы звоните вы меня спрашиваете откуда я знаю нет не поступали нет в чем в случае информируем дело в том что вчерашним днем нам поступили данные для возбуждения уголовного дела по факту статьи 327 мк р это подъемка и оборотной официальной документации в котором вы на данный момент фигурируетесь точните кем вам приходится ярошенко сапия сергеевна ну я не знаю а кем надо а я у вас спрашиваю кем она вам приходит я не знаю хорошо указываю данную информацию что вы не знаете этого человека и в родственных целях не состоит также все ваши паспортные данные находятся у вас в безопасности и сохранности ну видимо и у вас тоже ну да да при вас хорошо а дело в том что это с ярошенко и сделать в отделении Сбербанка у нас в Москве представилась вашим доверенным лицом и предъявила генеральную доверенность от вашего инфекции указала что вы на почте из Бальтики нуждаете серьезной операции я так понимаю это правда не является с вами все в порядке ну все в порядке все в порядке также данная ярошенко с целью оплаты якобы этой операции запросила к снятию максимальных доступ на сумму денежных средств и доверенность которую она предоставила проверили по реверсам то есть сомнений данная документация никакой не вызвала и сотрудница банка приступила к стандартной процедуре начала задавать наводящие вопросы то есть в какой больнице вы находитесь с каким диагнозом на что ярошенко ответить не смогла и под предлогом того что справка из больницы находится у него в машине покинула опережение то есть по итогу у меня для вас есть две новости первое денег ярошенко никто не выдал вам очень повезло с сотрудницей банка но вторая новость менее приятная поскольку она заключается в том что данная документация все еще находится у нее на руках что это может значить она может поехать куда-нибудь в тригг затем отделение банка поменьше и совершить задуманное скажите у вас есть вопросы по данной ситуации нет вам все было понятно все в таком случае вы ранее с доверенностями сталкивались нет понимаете что за документ в принципе фигурирует понятия не имею доверенность это документ предоставляющий право собственности и распоряжение имуществом одновременно по другому так было понятно ну более менее хорошо также в доверенности кроме ваших паспортных данных были указаны также ваш лицевой счет это достаточно специфическая информация которая может быть либо у вас либо же у сотрудников банка вы по собственной неосторожности могли развратить или передать кому-то эту информацию ну а вы где где взяли информацию обо мне данную информацию мне предоставил сотрудник сбербанка который собственно из которого поступило заявление данный номер телефона на Кутузовском проспекте 27 а понятно но это Москва что что это Москва это Москва верно я с вами связываюсь потому что мошеннические действия происходят именно в Москве понятно а я при чем если в Москве происходит ну доверенность же была по их словам выписана от вашего имени оформлена то есть вы прикурировались в этой ситуации правильно дело в том что я не дружу со Сбербанком у меня там ничего нет значит я могу предполагать что данная Ярошенко и эта группа лиц действовали как разведчики то есть получив заверенность они пробовали в Сбербанке где вы не являетесь клиентом нет денежной следствии а это контрразведчица так же по основной версии следствия причастность к этой ситуации имеют именно сотрудники банка которые вас обслуживали так как это первые люди которые имели доступ к информации о ваших лицах а также доверенность была доверена официально значит в этой схеме также присутствует аналит который я заверил и исполнитель то есть на данный момент по вам работает группа лиц к сожалению это усугубляет ситуацию но не делает ее нерешаемой моя задача это собрать материалы дела и начать связь с данной влияния по задержанию данной группы финансовой стороной вашего вопроса будет заниматься социальный банк вы понимаете что это за госучреждение впервые слышу что о таком банке вы не слышали о таком банке банк России так и я вообще-то Белоруссия что что я вы звоните в Белоруссию ой я поняла вас хорошо а вы не знаете что такое центральный банк ну центральный банк я знаю что такое есть центральный банк Белоруссия а в России при чем тут Россия Москва я как-то вот живу в Белоруссии потому что мошеннические действия объясняли производились именно в Москве значит это Ярошенко из Белоруссии последовала в Москву и пыталась там взять денежность чтобы вы как бы мы и мы ее не открыли шутки не могу нервничать я хочется помочь тебе дать что ж там да я не с вами а с кем вы там разговариваете ну с дочкой на данный момент на данный момент действует статья 310 о неразвращении о тайном предварительном расслеживании поэтому чтобы вы не подвергались этой статье я вас попрошу страница точки и о неразвращении данной информации информации о вашем звонке да о здании о неразвращении предварительного расследования понятно интересно а как вы проводите расследование вы даже юридического образования не имеете алё куда вы пропали я говорю вы не имея юридического образования как собираетесь возбуждать уголовные дела как это я не имею юридического образования нет вы не имеете чего такие выводы ну потому что вы же мошенница какая мошенница ну мошенница